Аэропорты Анталья и Даламан уже в конце весны будут готовы встретить самарских туристов, вылетевших прямым рейсом из Курумыча. Туроператоры снова начали формировать пакетные туры в Турцию. В 2015 году на это был наложен запрет, и россияне, в том числе самарцы, перестали летать на ранее самые популярные курорты. В регионе турпоток за рубеж снизился почти на 70%. Теперь турецкое направление вновь может стать самым востребованным. В Турции обычно Россия второе место, первое место из Неменции. Но в этом году, я думаю, может быть, россиянец будут первое место для туристических секторов Турции. Формировать пакетные туры будут и для желающих посетить по Волжье. Популярным может стать маршрут Самара-Ульяновск-Казань. Визитная карточка губернии Самарская Лука уже полюбилась гостям региона. За год в национальный парк приезжают около 250 тысяч туристов. Отправиться в путешествие по знаковым местам региона можно будет в том числе на воздушных подушках. Большое внимание сегодня и железнодорожным маршрутам. Уже запущен экспресс Самара-Пенза. Сейчас это в основном экскурсия для детей, но направление, говорят эксперты, перспективное, и его будут активно развивать. Направление Самара-Уфа и Самара-Саратов тоже позволяет нам, используя эту удобную логистику и, самое главное, дешевую, цена билетов начинается от 650 рублей. Это позволяет нам упаковать туристический продукт, и доступный по цене, и насыщенный по программе. И самое главное, железнодорожные маршруты позволяют нам это делать круглогодично. По прогнозам, турпоток в регион сильно увеличится во время чемпионата мира по футболу, но развивать внутренний туризм планируют вне зависимости от этого события. Интерес к Самаре уже проявляют крупнейшие туроператоры. На форуме между одной из таких компаний и Департаментом туризма Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас очень большой интерес мы чувствуем именно к российским направлениям. Этому есть огромное количество объяснений. Во-первых, это курс рубля, то есть все равно поездки за рубеж, они в рублевом эквиваленте довольно-таки дорогие. Это первый момент. Второе, рост патриотических настроений. Будем пытаться создать такой продукт, который будет продаваемый, в том числе продукт Самары. И мы надеемся, что он тоже будет востребован. На региональном туристическом форуме собрались свыше двух с половиной тысяч представителей туриндустрии, в том числе из Ижевска, Ульяновска, Чебоксар. Путешественники уже начинают бронировать путевки на лето, и сейчас важно сориентировать их по направлениям. Форум продлится до 11 февраля. Алина Чебери, Артем Сулайманов, События.